Помочь раскрыть талант и подтолкнуть к новым свершениям. Такая задача стоит перед профессионалами, которые решили стать наставниками. Поддержка высококлассных специалистов на предприятиях, в бизнес-корпорациях, образовательных учреждениях необходима не только для тех, кто делает свои первые шаги в карьере, но и опытных работников. Несколько тысяч человек со всей страны примут участие в форуме «Наставник-2018», который состоится в Москве, чтобы поделиться опытом. Заявки принимают до 1 февраля. Дмитрий Кулько расскажет больше. Освоиться на новой работе всегда непросто. И тем, кто только что окончил учебу, и тем, кто уже много лет в профессии. Здесь может быть новее оборудование или свои технологии, разобраться во всех деталях и раскрыть себя. Поможет только опытный наставник. Сейчас все покажу. Михаил Павленко не просто любого сварщика. Наставит на шов истинный, он зажигает мировых звезд. Аккуратно придерживаю проволоку так, чтобы она попала туда. И дальше начинаю раскручивать катушку. Молодой наставник – один из тех, кто готовит сборную России на мировом чемпионате WorldSkills. Битва рабочих профессий. От механиков до мастеров флористики или ювелирного дела. В прошлом году наша команда завоевала больше 30 наград. И привезла домой не только бурю эмоций. Стараемся сделать таким образом, чтобы такой человек передавал в свою очередь эти навыки другим своим коллегам, в случае, если он на производстве, либо другим ученикам, если он возвращается в учебное заведение. Таким образом у нас получается некая геометрическая прогрессия вот такого наставничества. Леонид Шмаков на прошлом соревновании был признан лучшим в мире системным администратором. Теперь он и сам ведет к победе подопечного, находясь с ним на разных концах страны. Но кажется, они ближе друг к другу, чем многие ученики и преподаватели в одном классе. Надо все равно дружеские отношения тоже выстраивать. Вот я считаю, что мой первый наставник вот в колледже, он мой друг. Вот мы с ним все время общались. Человек не просто для тебя работодатель, а как он выслушает, подскажет что-то. И таких историй, когда благодаря наставнику человек открывает в себе талант. По всей стране тысячи, если не миллионы в школьных кружках, компаниях или на заводах. Объединить все эти практики в единое движение решили в агентстве стратегических инициатив. В Москве пройдет первый всероссийский форум «Наставник-2018», на котором выберут лучших. Основной целью форума собрать и показать такие истории успеха. А самое главное стандартизировать и попробовать описать их такие типовые тиражируемые решения, которые могут применяться в разных регионах, в различных организациях и компаниях. Потому что действительно для, мне кажется, каждого человека очень важно найти такого учителя в жизни. Вот еще один пример. Чтобы узнать секрет успеха, начинающие предприниматели становятся в очередь за советом, отбывал их в бизнесе. Сегментация четкая довольно-таки. Частный сектор, на этот выход, да, продукт работающий. Контор, Михаил, предлагаю посетить первые три культуры в Татарстане. Благодаря проекту «Фабрика предпринимательства», который поддержал движение наставничества, в Татарстане сотни молодых людей запустили свой бизнес. Кураторы не боятся делиться опытом и растить конкурентов. Это была теория 20-летней давности, что деньги любят тишину. Сейчас мир развивается настолько быстро, что зависит не от того, как развиваются твои конкуренты, а зависит, как ты развиваешься. Поэтому наставничество – это удел тех людей, которые верят в свои силы, которые открыты и движутся вперед. В форуме «Наставник» примут участие руководители крупных корпораций и предприятий. Но, по словам организаторов, даже таким фигурам порой нужна чья-то поддержка. Самый сложный тип наставничества, когда человек уже достиг многого, помочь ему сориентироваться, куда двигаться дальше. Известна такая проблема второго миллиарда. Многие бизнесмены, которые достигают очень больших успехов, не знают, как двигаться дальше, как развиваться. Если вы тоже помогли кому-то добиться выдающихся результатов или благодарны своему наставнику, то можете отправить заявку на форум до 1 февраля. Дмитрий Кульков, Владимир Гриневич, Илья Журавлев и Лилия Зорина. Первый канал.